Доброе утро, мои дорогие! Ой! Вот такое теперь утро доброе! Всё, погода испортилась, похолодала. Плюс 14 днём. Ну, всё. Вот так вот. Так, что хотела сказать, мои золотые? Во-первых, девочки, все, кому что обещала, всё отправлю. Но у меня сейчас завал. Просто завал. Я, во-первых, делаю там много украшений Ларисе. Мне уже пишут девчонки, Ира из Сочи пишет. Вот не отвечаете, обиделись. Ну, просто некогда. Я вот с утра встаю, ещё по темноте уже чего-то делаю. Вот. Потом у меня созрели гранаты. Орехи я все собрала. Мне нужно отправить в Мурманск и в Питер посылки. Вот, надеюсь, сегодня отправлю. Будет уже полегче. Марина моя забыла у меня казан. Его тоже нужно отправить. А ещё нужно было ей шарф сделать, я сделала. Ещё бусы надо сделать там в подарок. В общем, девчонки, я... Дня мне не хватает сейчас. Я даже на участке не могу убраться. Поподметала, кучи какие-то собрала. Ну, вот просто вот посмотрите. Вот видите, что творится. Полное безобразие. Некогда. Некогда. Ну, я вот сейчас, я думаю, я за выходные разгребусь со всеми делами. Вот. И всё всем отправлю. Не переживайте. Так, что ещё хотела сказать? А, что-то мне часто стали писать, что я подлизываюсь к подписчикам. Что вот там пишу Леночка, там Танюша. Люди, вам делать нечего. Да мои подписчицы в основном моего возраста и моложе. Конечно, вы для меня девочки. А чё? Ну, вот странные какие-то. Господи. Да, и Леночки, и Оксаночки. Я не понимаю, чё в этом плохого-то. Подлизываться. Вот. Какие-то вот, я не знаю, люди, а. Не знаю. Я пишу, представляю девчонок своих, своего возраста и молоденьких. В общем, короче, бесполезно об этом говорить. Они как были, так и будут. Те, кому заняться нечем, сидят себя на диване и гадости пишут. Вот, у нас всё нормально. Мальчик хулиганит. Чё творит? Это просто. Я говорю, я не успеваю просто включить камеру. Сплошное безобразие. Ну, ладно. В общем, я вам сказала, чё хотела. Пошла дальше работать. Ну, вот, хочу показать вам, что я сделала ещё. Так, это авантюрин, который вот называется «Золотой песок». И вот это вот чешское стекло, авантюриновое, винтажное. Ой, оно тоже, девчонки, всё переливается. Прям вот. Вот. Потом на манекене покажу. Собрала вот такой браслет стеклянный. На резиночке. Не знаю, я очень люблю такие вещи. Борюсь с этим всю жизнь. Но люблю всё крупное, блестящее. Прям. Не знаю, мне кажется, это очень красиво. Ну, кому-то больше нравятся какие-то скромные вещи. Минималистические. У меня вот Саша вообще носит одни только цепи. Сколько я ей всякой красоты не предлагала. Нет, носит только цепи. А это гематит. Вот это, что я купила. Гематит. И вот ещё были у меня вот такие вот. Причём я его сделала немножко на бок. Такая асимметрия лёгкая. Не, ну, его можно и так носить. Просто замочек будет немножко чуть-чуть в стороне. А это, девочки. Так, Макс у меня тут с грецкими орехами играет в коробке. Ой. А вот это сатиновые бусы. Это винтаж. Шестидесятые годы. Макс. Буквально вот несколько дней назад я сидела и собирала вот эту цепочку. собрала, а потом думаю, у меня же есть бусины сатиновые. А их немного совсем. В общем, короче, эта цепочка быстро пошла в работу. Да, это вот чешское стекло сатиновое. Очень известное. Очень продаётся часто винтаж вот этот вот. Сатиновые бусы. Ну, они просто в идеальном состоянии. Поэтому я и решила, думаю, надо собрать сатуарчик. Вот сатуар этот метр десять длиной вышел у меня. Очень нежное украшение. Прям такое. Няшное. Как сейчас молодёжь говорит. Ещё я собрала вот такой браслетик. Это кто-то мне, девочки, уж простите, забыла. Кто-то мне присылал в посылки. Вот лежала-лежала. Думаю, тоже немного совсем их. Вот собрала браслетик вот такой. Со стразиками. Это такой металл такой под чернёное серебро. Ну, он такой на улице так пасмурно и так темно, что даже включённый свет не помогает. Ну, вот сатуар можно носить и просто так в длину. Ну, длинный, конечно, он будет. Ну, ей же любят женщины носить длинные украшения. А можно вот так в дворе, да, сделать. Ну, прям вот нежненькое такое всё. Ещё и цепочка такая. Видите, у неё тут перемычечки. Очень симпатично смотрится. Что-то я повесила вниз замком. Ну, всё у меня. Всё у меня так. Я умею делать. А вот показывать красиво, как другие девочки это делают, ну, вот не моё. И обещанное украшение на розыгрыш. Я ещё перед своей поездкой обещала разыграть. Так что разыгрывается украшение. Для этого нужно написать комментарий под этим видео. Разыгрывать мы будем среди тех, кто пишет комментарии под видео, потому что 37 тысяч – это нереально. Ну, и хочу вам подсказочку дать. Чем больше вы напишите комментариев, тем больше у вас шансов выиграть. Ну, это такой секрет. Ой, не почистила. Господи. Хотела поближе показать. А тут один мусор. Вот оно. Каучук тут сзади. Тяжёленькое такое. Ну, вот за счёт каучука всё-таки облегчить можно. Вот за это я его и люблю. Вот. Ну, и следите за видео. Я не знаю, когда Саша сможет там в свои выходные розыгрыш сделать. И объявим победителя. Так что участвуйте, кому нравится. Ой, совсем забыла. Конечно же, вы должны быть подписаны на мой канал и на мой Инстаграм. Инстаграм. Девочки пишут, что не видят Инстаграм. Инстаграм. Ссылка на него в моём первом комментарии под видео. Так что подписка на Инстаграм и на канал и комментарии под видео. Ну, вот так вот где-то. Можно и так, конечно, его носить. Можно и на сторону. Ну, понятно, что это украшение не всем понравится. Не всем. Я даже и прям не претендую на это. Ну, кому-то должно понравиться, потому что оно необычное. Геометричное такое. Ну, пока всё, мои дорогие. На этом заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Я принимаю критику. Любую. Кроме хамства. Пока-пока, мои дорогие. Всем огромное спасибо. Пишите. Кому что понравилось, кому не понравилось. Ну, обратная связь же должна существовать. Я ведь жду. Не всегда я могу сразу ответить. Но стараюсь всем отвечать. Субтитры сделал DimaTorzok